Ребята мои, всем доброе утро воскресное! Мы снова сегодня на флеймаркете. Напоминаю, что это то место, где всякие продают антикварные вещи. Достала быстро телефон, чтобы вам показать, потому что увидела какую-то такую прям несусветную красоту одного дядечки. Это какие-то старинные гусли. Или я не знаю, как это называется, кто знает, напишите. Смотрите, какая шашка. Я сейчас ее доставала. Помоги, сын. Посмотрите, что творится. Какая-то там она, что-то на ней, какая-то гравировка. Смотрите, какие-то магавки. Как будто их... Ну, видно, что человек собирает. А это, посмотрите, что. Ой, господи. Да, кстати, с этой вот символикой здесь тоже много чего есть. Я даже трогать это не буду. Ну, и всевозможные украшения. Есть вот монеты старинные. Да, видно, что человек это все прям коллекционирует. О, это, наверное, соковыжималка. Либо какой-то такой пресс, не знаю. Ну, смотрите, всякие ложечки, подвески. Броши. А здесь, посмотрите, трубки всякие разные, какие-то старинные. Наверное, в каких-то племенах это все собиралось. И вот, ребят, наш старый знакомый, у которого мы много чего уже купили. Посмотрите, какие здесь есть роскошные вещи. Английский фарфор. Здесь очень много картин. Есть дорогие картины. Мы с Ларисой тут исследуем, на что можно обратить внимание. Очень интересно вот эта голубая серия, всякая разная. Удивительной красоты, конечно, вещи. Всякие старинные. Немецкие. Немецкая посуда, английская. Вот это английские чашки. Кстати, 2 доллара. Чашечка, 2 блюдца стоит. Удивительный. Вот это вот лимужевская. Очень похоже. Сейчас посмотрю. Посмотрите, какая шкатулочка немецкая. Удивительной красоты, конечно. Парфоровая вся целенькая. Интересно, что в ней хранили. А ребенок мой вот и того дядьки у первого, у которого были всякие шашки, купил вот такой вот, смотрите, римский шлем медный. Очень интересно. За 2 доллара. Но я сказала, что это дорого, потому что можно было и за доллар. Смотрите, какие картины. Просто упасть. Ну, вот это принт. Это мы уже в прошлый раз еще выяснили, потому что я думала, это масло. Это принт. Моя подруга-искусствовед научила меня, как это все дело отличать. А вот это оригинал. Согласитесь, правда? Красота. 400 долларов. И написано, что скидок нет. Вот картина, которая стоит 1000 долларов. Посмотрите, сколько в ней света. Да, висит она здесь уже долго. И я думаю, что она ждет своего покупателя, своего коллекционера. Чашечка за доллар. Английская. Но она без блюдца, поэтому она за доллар и продается. Ну и также вот тарелки-одиночки. Здесь, конечно, вот это очень красивый сервиз. Был бы, если бы это был сервиз. 3 доллара. Тарелочка. Это английская мануфактура. А теперь, внимание, слабонервная просьба не смотреть. Посмотрите, какой шикарный сервиз. Английский. Так, называется он. Так, это уже какой-то другой. Вот этот я смотрела. Спотс Тауэр. Да. И весь вот этот сервиз. Посмотрите, весь. Здесь очень много чашечек. 75 долларов всего стоит. Ума помрачительная, конечно, красота. Посмотрите, боже мой. Какой фарфор. И он просто в идеальном состоянии. Так, вот мы подошли к лавочке нашего старьёвщика. В общем-то, ради которого мы сюда рано и приезжаем. Смотрите, что я увидела. Такая красивая шашка. Видимо, это морпехи. Кстати, она острая. Смотрите, есть рапира даже старинная. Так, сейчас посмотрим. У него ещё очень много всего интересного. Да, конечно, сокровища. Ну-ка посмотрим. Ух ты. Смотрите, какой красивый ковшичек. Сверху фарфор. Интересно, как открывается. Не знаю, чьё производство. Какая-то маркировка стоит. Фарфор. Это, кстати, вообще отдельная тема. Так, это японский. Он не очень ценится. Всякие разные. Смотрите, вчера я, кстати, видела на гаражце или была. Вот набор таких вот. Здесь есть стекло, которое делалось в Америке 30-х годов. То есть такой период депрессии. Так, это кто? Какая красивая чернильница, ребят. Очень красивая вещь. И целый набор. Очень много всяких вот ложек, вилок. Старинные. Очень старые всё. Нужно, конечно, либо собирать что-то такое, либо этим болеть. Ну, здесь золотые бриллианты. Здесь прям надо копаться, копаться. В общем, я такое вижу первый раз. Вот у него тут такие всякие коробочки. Очень много всего. Мне вот дали свободную. Потом подали, куда я могу это всё откладывать. И люди здесь прямо вот набирают, набирают. То есть, видимо, есть какие-то дни, когда вы можете стоять вот прям с лупой. Девушка рассматривает. И они целыми коробками это набирают. Вот так вот. Со всякими линзами. Ну, например, есть вот такие старинные фарфоровые брошечки. Смотрите, бабочку нашла красивую. Я, конечно, этим не занимаюсь, поэтому я просто посмотрю. Да, дядечка, он видите, сколько часов набрал уже. Да. И всё, и всё это продаётся вот за кучку. Вот он сейчас кучку наберёт, ему скажут фиксированную цену там, допустим. И всё. И дальше он уже будет это всё продавать на всяких ebay. Ребят, вот туда, ребята, вот эти двое меня не подпускают. Они там прям... Ладно, у них азарт локтями, локтями. В общем, я здесь всё это уже смотрю интересное. Чем вас удивить? Вот интересная какая штучка. Сводим на сертификат. Да. А, точно. Сюда свиточек, видите, укладывается. Красота. Там, наверное, какие-то обещания написаны. Так, что тут у нас ещё есть? Медные чайники, статуэточки. Очень много всего у этого дядьки. Красивый подсвечник. Подсвечник. Всякие медные сковородочки. Опять же, посуда. Ну, интересно, много чего у него есть. А здесь вот какой-то фанат спорта дядечка. У него всякие разные... С разных матчей, видите, и постеры, и кепки. Даже с автографом есть. А здесь вот бейсбольные биты тоже с автографами. Видите, какая красотища. Каждая маркирована каким-то годом. Вот эти вот... Как они называются? Не знаю, собирают многие американцы эти штуки. В общем, кто фанатеет бейсболом, видите, книжки по бейсболу, мяч. Ну и всё такое. Ну и вот очередной ряд. Смотрите, сколько красивой посуды. Сейчас будем изучать. Фарфоровые куклы, опять же. Красота. Слушайте, вот эти чашки не маркированные тарелки, а вот на этой написано Пруссия. Очень старенький такой старый клеймой. Сейчас я её посмотрю. Это Бавария, но немножко треснутая. Так, это Германия. Смотрите, что я нашла, друзья. Это ночной горшочек. Вот такой вот фарфоровый ночной горшочек. Когда не было алюминиевых наших, железных, были вот такие. В общем, нашла я удивительной красоты тарелки, которые подписаны Пруссией. То есть, представляете, да, какие они старые-престарые. И вот торгуюсь этим дядькой, он мне говорит, каждая за 20. Я говорю, нет, давай две за 20. Нашла чашки, вот уже отставила. Бавария, видите? Вот это я себе отставила. Вот это красивые очень сеты. Не хочет, не отдаёт. Говорит, давай, сейчас вам покажу. Эти тарелочки. Да. Вот та одна. И вот такая ваза. Видите? Написано, что это Пруссия. А Прусский фарфор был очень-очень-очень дорогой. Не могу вам это не показать. Чудо, посмотрите, что за чудо. Боже мой, какой ты хороший. Ну и, ребятушки, с флимаркетом мы переместились с вами на фреш-глейн-маркет. Смотрите, что здесь есть. Я чуть не упала. Пирожки, пожалуйста, с мясом, с капустой. 4 доллара, 5 долларов, 7 долларов. Слушайте, мы, видимо, в жизни чем-то не тем занимаемся. Раз пирожок может стоить в среднем 5 долларов. Ребята. Ну и опять же я вам показывала здесь микрозелень, всякие грибочки. А я приехала за молочком. Вот так вот. Красота, правда? В общем, семьи проводят время здесь, покупают вкусную еду и наслаждаются жизнью. О, Лара мне про какие-то специи рассказывала, которые из Марокко. Сейчас мы будем... Ой, какой аромат стоит. Сейчас будем выбирать специи из Марокко. Боже, как все вкусно. В общем, это Егорин обед. Это что там? Курица, картошка и все такое. А это мой все еще... Это еще завтрак у меня. Видите? Салат. Что там? Булочка с мясом и все такое. В общем, видите? Ой, ветерочек подулка. Хорошо. Все люди кушают здесь. Так, чего мы сегодня купили? Мы купили свежие овощи, фрукты. Короче, я вам думаю, покажу, что мы купили. Рыбу, которая только что приплыла. Сейчас еще молоко подним возьмем. Так, ребятки, на фреш-маркете я купила папайю. Вот такие шикарные помидоры. Лучок. Обалденный. Ну, я не знаю, наверное, вкусноты. Ну, ароматный очень ананас. Это тайский. Вот такие вот огурчики, как в Сибири у нас. Мешок персиков. Тоже невероятный аромат. Так, что здесь у нас есть? Папайя. Потом вот эти вот, не помню, как они называются. Так, еще вот такой вот подовый хлеб. Очень красивый и вкусный. Так, большой галлон молока, деревенскую сметану и творог. Ну и заканчивая этот влог, покажу вам, что я купила вот из фарфора. Это немецкий фарфор, баварский. Вот такие вот тройки. Очень красивые. Грязные только, правда. Так, второй экземпляр. Это вот такая красота. Видите, очень изящная все. Вот красивые тарелочки. Прям грязные руки. Сейчас буду все отмывать. И вот такая тоже удивительной красоты чашечка. Это тоже тройка. Да. Вот. Вот такой сегодня у меня был улов. Не стала я брать те тарелки немецкие. Потому что он не стал уступать. Я думаю, проживу без них. Вот. Спасибо, что были со мной. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok